Здравствуйте все! Мне так понравилась картинка, над которой мы с вами работали уже два урока, что мне пришла в голову мысль, а что если добавить в эту теплую компанию кузнечика? Это же было бы так здорово, но потом я немножко опечалилась. Если кузнечика вышивать вот здесь, он, конечно, впишется в картинку, но будет таким маленьким. И поэтому сегодня мы с вами на большом размере потренируемся вышивать большого кузнечика, а потом вы уже можете этого чудесного насекомого посадить туда, куда захотите, на любую выбранную вами картину. Что интересного могу сказать о кузнечике? Для меня самым потрясающим было то, что, оказывается, его название не имеет никакого отношения ни к кузнеце, ни к кузнецу. А название этого насекомого происходит от слова «изок», что на древнерусском обозначает всего лишь июль, время, когда они наиболее веселы и прыгучи. Так вот, как выглядит кузнечик, вы только что увидели. И сейчас мы воспроизведем это при помощи схемы схематичного наброска. Голова, крыло, брюшко достаточно остренькое, одна мощная прыгательная задняя нога, которую мы видим не полностью, коленками назад. Всего у кузнечика три пары ног. Вот одна из передних, вот вторая, вот третья и вот мощная прыгательная задняя нога. Еще одна. И, конечно же, усы. Очень милое насекомое. Предлагаю приступить. Так как сегодня я вышивать буду скорее саранчу по размерам, то я буду использовать в основном ленту шириной 12 миллиметров. Если вы захотите вышить маленького кузнечика, естественно, ленточки подбирайте сообразно своему выбранному рисунку. Начнем с головы. Смотрите, я отступаю от линии и первый стежок буду делать внутри нарисованной линии. Чтобы у меня голова была разумная, пышная, я ее сделаю, скажем так, с настилом. То есть сначала внутри нарисованных линий стежок, а потом накрою его чуть более длинным. Можно ограничиться двумя стежками, а можно сделать третий для того, чтобы голова была еще более округлой. Теперь я предлагаю оставить эту иголку с этой лентой и взять ленточку потемнее и поуже для брюшка. У меня будет ленточка шириной 6 миллиметров. Помните, мы с вами вышивали стрекозу, длинный изящный ее хвост. Вот сейчас я этот же, почти этот же прием применю для того, чтобы вышить брюшко кузнечика. Оно у него заостренное. Вот это я воспроизведу при помощи остро затянутого ленточного стежка. А теперь начнутся отличия. Я отступлю примерно на сантиметр, чтобы мне сохранить вот этот вот хвостик характерный. Сделаю стежок, чтобы у меня не заходили потом витки, чтобы у меня этот хвостик оставался хвостиком. Опять выведу ленточку на лицевую сторону и обовью аккуратными витками вот этот вот длинный стежок. От количества витков, от той степени, насколько они будут перекрывать один другой, и будет зависеть упитанность кузнечика, да, родность. Вот несколько секунд, и брюшко, чудесное, темненькое, упитанное брюшко кузнечика готово. Теперь я предлагаю вернуться к нашей ленточке, с которой все начиналось, и вышить дальнюю лапку, прыгательную, самую мощную. Аккуратно расправляю чашечкой в начале стежка, и не буду делать ленточный стежок, прямой сделаю. Уведу длинный стежок наизнанку. Когда я хорошо подтяну такой стежок, он у меня как раз так, как мне и нужно, сформируется. То есть, где окончился, где я его увела наизнанку, он заострится, а вот здесь, из-за того, что мы его аккуратно расправили чашечкой, он останется широким. Это то, что нам и нужно. Это и будет изображать мускулистую заднюю прыгательную ногу кузнечика. И я предлагаю сразу несколькими стежками, я возьму ирис, доделать эту заднюю ногу. Я проколю основание, окончание этого стежка, и парочкой стежков из нитки дорисую ножку. Начну я опять от головы. Буду стремиться вывести иголку так, чтобы у меня стежок начинался прям под головой и как можно ближе к брюшку, чтобы у меня не распадался кузнечик на отдельные сопчасти, а чтобы был как живой. И вот теперь смотрите. Я сейчас сделаю ленточный стежок такой же длины, как и брюшко. Но для меня это всего лишь настил. Мне не хватит изящества, полноты этому кузнечику. Поэтому я совсем рядом выведу ленточку, расправлю ее, и опять уйду в то же самое отверстие, из которого все начиналось. Первый стежок откуда выходил. И очень аккуратно буду укладывать стежок. Вот, уже вырисовывается нечто похожее на кузнечика. Мне осталось сделать вторую заднюю мощную прыжковую ногу. Где-то примерно вот здесь, прокалывая все слои. И, если возможно, в идеале зацепите и брюшко тоже. Этому кузнечику очень хочется быть блестящим, но не буду ему препятствовать. Тоже так же одним стежком расправим ленту. Здесь ее вместе выхода из ткани делаем как можно более широкой. И наоборот, где коленочка, сузим, заострим. Все, работу широкой лентой мы закончили. На этом этапе ее можно отрезать и закрепить. Теперь у нас осталась только работа нитками. Мне удобнее делать вот так. Первый стежок – от головы до коленки. Второй стежок – по изнанке до ступни. Здесь несколько поперечных стежков выполним. У кузнечика очень интересные лапки такие. Опять вернемся к коленочке. И вот здесь мы сделаем не один, а два или даже три стежочка, чтобы плечо было помощнее. Можно было бы ограничиться одним стежком, но мне кажется, этого маловато. Хлипкая лапка, очень худенькая получится для моего упитанного такого кузнечика. Поэтому я изображу ее двумя стежками и их перевью. Обивку необязательно делать очень плотную. Несколько стежков. Главное, чтобы они собирали эти два первых стежка в единое целое. Почти готово. Теперь я сменю цвет нитки и доделаю нашего кузнечика. Во-первых, усы. Их я предлагаю сделать точно так же, как мы делали стебель незабудки. То есть вернуться микроскопическим стежком обратно, как при стежке назад иголку, но в то же время проколоть нитку, как мы это делаем при шве в раскол. И еще я хочу сделать улыбку нашему кузнечику. Пусть он радуется. И еще у кузнечика есть тут такие интересные усы. Еще одни. Я их тоже изображу. И теперь мне осталось только подарить кузнечику глаз. Я хочу сделать его кореглазым красавцем. Посмотрите, всего лишь несколько минут. И изящный красавец в зеленом фраке задорно подмигивает нам своим карим глазом. Мне очень нравится, что получилось. Кузнечик как живой. Повторюсь, если вы возьмете ленточки поуже, то, естественно, и кузнечик у вас получится поменьше. Я тут у меня все-таки сантиметров 5 в длину. Скорее похож больше на саранчу. Ну что, на сегодня все. В следующий раз мы обязательно придумаем с вами что-нибудь интересненькое. А пока до свидания. Я очень жду ваших писем. Пишите. Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова